Жениться мне пришлось формально, поэтому жил природно с другими женщинами, которым благодарен за то, что они питали меня своей природой. С детьми у меня была проблема. Несколько детей умерли в молодом возрасте, а те, которые оставались жить, насколько я помню, из истории не дожили до тех лет, до которых дожил я, может быть история не точна, а может быть я что-то запамятовал. Тем, чем учит учитель? 5. Мои ученики так не поступают. 6. Стойкое старание не участвовать в осмыслении появляющихся вполне здравых пояснительных подсказок является явным характерным признаком того, что ты не преследуешь цель обретения объективного понимания. 7. Мне увиделось интересным воспользоваться тем, что ты пробовал затронуть, так как вижу, что это сейчас проявит дополнительную полезность. 8. Тема эта, как и предыдущая, которую я также раскрыл, отвечая на один из вопросов все с той же страницы ФБ, 9. Касается особенности моего естества, от непонимания которого у вас вполне элементарно и возникают всевозможные ошибочные суждения. 9. Для начала я хотел бы пояснить как для тебя, так и для многих других, кто-либо пока еще так же поверхностно знаком с учением, либо еще собирается знакомиться с ним, что в моих обращениях к слушающим, особенно в первые годы, мне нередко приходилось использовать образные ориентиры общей направленности. 10. Для сравнения, выражение «любите врагов ваших», которое знакомо всем, кто читал Новый Завет, также относится к образному ориентиру общей направленности, где становится понятным только то, что к врагам следует относиться как-то лучше, чем это делалось до этого. 11. Но ведь чтобы правильно проявить некую любовь к врагам, необходимо грамотное применение каждого конкретного шага в условиях соприкосновения с условными врагами в разнообразных практических обстоятельствах, где будут требоваться совершенно разные конкретные усилия, которые надо сделать правильно. 12. Слабой стороной образного ориентира общей направленности является то, что такой ориентир можно трактовать совершенно по-разному, как правильно, так и нет, ибо такой ориентир не относится к категории конкретных подсказок. 13. Вот одним из таких образных ориентиров ты, буду именовать тебя Сэм, и воспользовался, при этом неверно истолковав его, что и вызвало у тебя смущающий вопрос. 14. Задаваемый тобой вопрос самому тебе кажется совершенно простым и на него якобы можно односложно ответить, хотя на самом деле этот вопрос оказался в некоторой степени несуразным и любой предполагаемый тобой ответ на твой вопрос неизбежно приведет к ложному пониманию. 15. В основе характерной проблемы формирования нормального вопроса, которую я наблюдаю в течение длительного времени почти у всех вас, лежит одна психологическая особенность. 16. Когда вы соприкасаетесь с какой-либо малознакомой или незнакомой информацией, вы достаточно часто способны поспешно сделать неверную оценку этой информации, и именно потому, что она до конца вам пока еще неизвестна. 17. После чего, подстегиваемые чувственным всплеском той или иной полярности, который неизбежно возникает при любом вашем соприкосновении с какой-либо реальностью, вы увлеченно начинаете обдумывать новую информацию в соответствующем чувственной полярности направлении. 18. Оттолкнувшись от первой неверной оценки новой информации, вы достаточно быстро успеваете выстроить целую теорию, якобы подразумеваемую той новой информацией. 18. Информацией, с которой вы впервые ознакомились. 19. Только после этого, как правило, вы и пробуете задаваться смутившими вас вопросами, но они вытекают из конечного продукта вашего мышления, тогда как суть такого конечного продукта уже очень сильно отличается от сути стартовой информации. 20. Вот так и получается то, что в ироничной форме передает народная мудрость, 21. Которую недавно увидел в качестве картинки, на которой была надпись. Что за люди пошли? Слышат краем уха, видят краем глаза, а потом додумывают остатком мозга. 21. Думаю, многие из вас будут согласны, что в этом ироничном выражении действительно существует немалая доля правды относительно одной характерной проблемы, которую вы нередко наблюдаете в своей жизни. 22. Самым благоприятным для вас препятствием, в первом знакомстве с информацией, которая, тем более, привела вас в смущение, будет ваше стремление тут же приступить к уточняющим вопросам по всем моментам, которые проявились в вашем сознании при первой попытке осмысления ее. 23. То есть для вас крайне важным должно стать стремление убедиться, что ход ваших размышлений отталкивается от реально существующей основы, а не вами вымышленной. 24. А теперь о сути другой части вопроса. 25. Будет очень даже ошибочно пытаться сравнивать характер проявления моего естества с чем-либо аналогичным из всего известного вашему сознанию. 26. Мое естество образно определять можно по-разному, в зависимости от рассматриваемого контекста. 27. Ты вот, Сэм, как и многие другие, пробуешь использовать понятие «учитель», от чего у тебя и возник соблазн проводить определенные параллели между немного знакомыми тебе разными обстоятельствами, связанными со словом «учитель», где с предсказуемым успехом и заблудился. 28. Ибо все такие образные определения не являются той конкретностью, которая точно передает необходимую полноту информации, оставляя немалое поле для всевозможных фантазий. 29. Попробуй тогда использовать и другое образное выражение. 30. К примеру, я доктор, наподобие айболита, улыбка, к которому потянулись не зверюшки, а люди, почувствовавшие, что именно я могу их исцелить. 31. Вы рассказываете мне о своих болячках, а я выдаю вам соответствующие болезням лечебные препараты и рассказываю, что именно надо делать, чтобы не болеть. 32. Вот теперь подумай, уместно ли пришедшему за помощью обращать внимание на то, а почему же сам доктор не употребляет препараты, которые выдает. 33. Разве, попадая в больницу, вы также с прищуром посматриваете на лечащего вас доктора. 34. Тем более, что доктору, о котором я изначально говорю, вообще не присущи вашей болезни. 35. Можешь использовать еще один образ, который, правда, наиболее приближен к конкретной характерной особенности моего естества. 36. Я слово отца своего, который... Своего, которое призвано рассказать вам методы того, как правильно суметь выкарабкаться по осклевшим крутым берегам на нормальную поверхность из грязевого океана, в котором в течение всей истории вы пребываете страдая. 37. Но я не могу находиться в том, в чем находитесь вы, хотя вы и можете наблюдать меня визуально как бы в одной и той же с вами среде, но это ложная иллюзия, потому что вы прежде всего придаете большое значение визуальному фиксированию моего плотного тела. 38. Но я ведь и не поддумаю. 39. Я подразумеваю в приведенном образе нахождение именно ваших тел в некоем грязевом океане. 39. Я подразумеваю только ваше психологическое состояние. 40. Звучащее слово не в состоянии физически вам помнить. 41. Но в состоянии дать любой тип однозначно помогающих вам рекомендаций. 41. Вот поэтому эффективность моей помощи полностью зависит от того, как вы сами отнесетесь ко мне и как попытаетесь взять то, что я призван Отцом Небесным дать вам. 42. Я не должен рекламировать вам ценности, принесенные для вас. 43. Это слишком низменно, ибо рекламирование каких-либо ценностей проявляется только на уровне удовлетворения эгоизма и относится к рыночным отношениям. 44. Духовные ценности не могут иметь никакого отношения к этому. 45. Поэтому не питайте ложных иллюзий по поводу того, что я якобы должен быть заинтересован в том, чтобы как-то убедить вас в истинности сути своей и даваемого вам. 46. Допускающие это меня не интересуют, хотя я и буду продолжать переживать за них. 47. Меня интересуют только те, кто, прикоснувшись к слову моему, способен чувственно испытать хоть какую-то заинтересованность понять выражаемое мной. 48. Пусть многие из них и не смогут стать учениками моими, но если я смогу оказаться для них хоть крохотно полезным, я буду рад. 49. Оттого, насколько сами позволите мне помочь вам, настолько будет изменяться и судьба ваша. 50. И помните. Возможность прикоснуться к слову Божьему призвана создать уникальные условия, при которых человек вполне может суметь предельно максимально изменить степень своего духовного созревания в зависимости от собственных реальных возможностей. 51. Но такая благоприятность зависеть может только от вас самих. 52. Именно поэтому, даже находясь в числе званых, вы вполне можете и не оказаться среди избранных, о чем говорилось первым ученикам в далеком прошлом. 53. Ваш выбор свободен. 54. Вопрос в комментариях к посту. Правильно ли я понял, что если успеть задать вопрос, то это тоже будет нереальностью, но максимально благоприятной. 55. Виссарион. В зависимости от умелости уточняющих вопросов у тебя может значительно сузиться поле для ненужных додумываний. 56. Вопрос. Часто уточняю, переспрашиваю, вплоть до мелких деталей, и начинаю выглядеть занудой и дотошным следователем. Особенно в глазах женщин. Это нормально. 57. Виссарион. Не забывай улыбаться, шутить и делать комплименты, улыбка. Учись чувствовать меру. 58. Вопрос. Виссарион, благодарю тебя за пояснение. Как-то сразу светлее стало в душе. Получается, что Отец Небесный помогает через тебя только тем, кто сам стремится к духовному развитию и верит тебе, а остальным он помогает по-другому. 59. Ты написал. Допускающее это меня не интересует, хотя я и буду продолжать переживать за них. А переживает ли за каждого из нас Отец Небесный? 60. Виссарион. Александр, любые переживания, которые знакомы человеку, характерны только в прямой связи с миром природы материи. Для человека это его эмоциональные особенности. Отцу Небесному все это не присуще в принципе. Для того, чтобы рассказать, что происходит в его естестве, мне будет очень проблемно пользоваться известными вам терминами и определениями. Думаю, что такая моя попытка только создаст путаницу в вашем сознании, а там и батарейки могут перегореть, улыбка. 61. Вопрос. Правильно ли я понял, что мое изменение зависит от моих собственных сознательно-волевых усилий, конкретных действий на основе рекомендаций от учителя? 62. Учителя, а качество моего видоизменения зависит от степени соответствия моих пониманий и действий услышанным истинам? 62. А происходит ли видоизменение при слиянии с учителем, когда в молчании берем то, что дает учитель? 63. Либо можно взять только определенную силу и все равно изменять себя своими собственными усилиями. 63. 63. 63. 63. 66. 64. eyes teme 2. 63. 65. 63. 65. 63. 63. Состояние и создавать благоприятные условия для преодоления какого-либо психологического препятствия 1.12 января опубликован пост «Элемент незримой опеки» на вопрос Александра Муранова 2. Вопрос «Отец Небесный в течение всей жизни во плоти заботится о каждом чаде своем и предлагает помощь в сложных ситуациях» Или он просто как бы наблюдает за нами, дав нам от рождения во плоти все необходимые условия для начала развития Смотрит, сможем мы развиваться или погубим себя 3. Текст Учителя, Александр, я попробую пояснить затронутые тобой, хотя это будет уже сложнее, так как в обозначенной тобой теме я буду сильно ограничен малостью знакомых вам понятий 4. Отец Небесный в принципе не может вести какое-либо наблюдение в известном вам смысле 5. Он всегда с вами в определенной мере внутри вас 6. Закон гармонии мира материи выстроен так, что вовсе не требуется тщательно наблюдать Творцу этого мира за тем, что в данное мгновение происходит с галактикой, планетой или же крохотным атомом 7. Все бытие неизбежно будет развиваться по уже сформировавшемуся в основе его определенному закону, а видимое для человека Вселенная будет успешно продолжать расширяться вечно 8. Нечто аналогичное происходит и с развитием духовного естества человека 9. Энергоинформационная основа вашей души имеет определенную программу, которая всегда будет склонять вас к поиску правильного решения 10. Характер программы, как природной, так и духовной, заложенной в вас, таков, что конкретные ваши психологические проявления, характерно воздействуя на аналогичное энергоинформационное поле вокруг вас, неизбежно повлекут соответствующую вашему воздействию ответную реакцию 11. То есть вы сами однозначно будете притягивать именно то, что и для вас лично, и для притянувшихся будет только благоприятным 12. Вот поэтому, когда вы осознаете, что вас окружают якобы ненормальные люди или негативная атмосфера, только достаточно созревшая из вас станет видеть причину этого только в себе и не станет ругать окружающую его реальность 13. Когда вы сталкиваетесь с разного рода препятствиями и соблазнами, ваша внутренняя духовная программа обязательно отреагирует соответствующим образом на проявившийся соблазн 14. А если вы впервые сталкиваетесь с конкретным соблазном, это ваша внутренняя духовная программа способна проявляться наиболее ощутимо 15. Такую реакцию вы достаточно правильно обозначаете как голос совести 16. Но после того, как вы не станете прислушиваться к такой своей чувственной подсказке и станете упорно действовать вопреки ей, сознательно следуя обозначенной в вашем сознании эгоистической выгоде и придуманной справедливости, вы неизбежно начнете нарабатывать тот негативный опыт, который, при аналогичных ваших столкновениях впоследствии с уже знакомыми соблазнами, будет легко заглушать продолжающий послушно проявляться голос совести 17. Такое обстоятельство формируется, исключительно когда вы начинаете порочно увлекаться утверждением своей собственной значимости 18. Накопление негативного опыта, в свою очередь, неизбежно будет создавать вокруг накапливающего такую атмосферу, которая постепенно будет вести к появлению трещин в коросте, способной приглушать голос совести 19. Только это может происходить не так быстро, как вам бы эгоистически хотелось 20. Так что, Александр, для того чтобы нормально выстраивать свою судьбу, человек уже имеет все необходимое в себе 21. Именно так правильнее всего и осознавать 22. Иное, как правило, эгоистическое осознание, предполагает ожидание некой желанной мистической помощи со стороны, где, с одной стороны, может быть неверно оценена необходимость приложения собственных возможностей, а с другой, если ожидаемая помощь так и не поступила, может быть проявлен совершенно неуместный и пагубный для выражающего его упрек 23. Мои ученики благодарны за то, что дается им каждый день 24. А это однозначно предполагает, что они не сетуют надаваемое им, а с благовидной готовностью приступают к познанию проявившегося жизненного урока 25. Никогда не повторяйте глупость, подобную той, когда в невежестве говорят, что якобы Бог не дал кому-то детей или почему-то допустил уничтожение одних людей другими и так далее 26. Все ваши горести делаете только вы сами, и надежно это предотвратить на сегодняшнее время возможно только в одном случае, с исчезновением вашего вида 27. Другой же путь, который и возлегает пред вами, это путь длительного и кропотливого праведного труда по преобразованию своего внутреннего мира, дабы однажды стать способными приступить к реализации своего основного предначертания, во имя которого вы и были целенаправленно созданы как уникальный вид разумно-чувственной цивилизации 28. Вопрос из комментариев, получается, наш эгоизм постоянно борется изощренность тем, что дает учитель. А учитель все это время обыгрывает его 29. Виссарион, именно так все и происходит По возможности пробуй учитывать многочисленные нюансы, с которыми удается познакомиться 30. Вопрос, пришел учитель и порушил всеобщее мнение о всемогуществе Бога Оказалось, что он очень ограничен в своих возможностях, и то не может, и все 31. Виссарион, из рогатки стрелять он действительно не умеет Жаль, что другие думают иначе, ведь всемогущество неизбежно подразумевает уметь все, улыбка 32. Вопрос, спасибо, это я понял еще из последней надежды А вот, учитель, по-моему, сейчас призыв, будьте как дети, особенно актуален, ведь у нас есть память правильных действий 33. Виссарион, памяти правильных действий еще не было В детском состоянии притупляется накопленный ранее негативный опыт, что позволяет сильнее проявляться сигналу голоса совести 34. Вопрос, кажется, была такая фраза Могущество свое вам надо осознать, если я точно ее запомнил К тому говорю, что мы, люди, великие и могучие, только сами этого не понимаем Верно 35. Виссарион, вот именно в стремлении добиться, чтобы твое могущество видели и ценили, и есть утверждение своей значимости 36. Вопрос, теперь бы еще понять, что такое мое могущество Которое я никому не должен показывать и навязывать Как оно выглядит и из чего состоит 37. Виссарион, а ты не думай по этому поводу и просто скромно старайся быть полезным для ближних Все у тебя и получится 38. Вопрос, текст которого значительно сокращен 39. Учитель, если я правильно понимаю, нам нужно добиться того, чтобы увидеть в себе идущее изнутри И если оно негативного качества, то в тот миг, когда представляешь образ учителя, меняется качество того, что могло бы выйти И также для меня важно научиться быть благодарным 40. Виссарион, чтобы задать вопрос, не надо писать книгу Спроси просто, какой именно свой шаг ты не знаешь, как правильно сделать 41. Вопрос, интересно, стоит ли сознательно пробовать воздействовать на окружающее энергоинформационное поле, чтобы изменить в лучшую сторону свою жизнь и окружающих Например, сидеть и представлять, что излучаешь волны добра Или лучше не заморачиваться 42. А если другой вариант, еду в метро, делать нечего и я начинаю облагораживать пространство Какая-то польза будет 43. Виссарион, польза однозначно будет Момент любования чем-либо или же молитва всегда связан с тем, что в такой момент от человека исходят определенные благодатные волны, однозначно облагораживающие окружающее энергоинформационное поле 44. Вопрос, я часто мысленно произношу молитву, но без особых чувств, как-то машинально В этом случае польза будет 45. Виссарион, зависит от чувственного настроя Возможен только минимальный положительный эффект, если читается машинально 46. Вопрос, агрессивный человек тоже может любоваться и помогать своим любованием миру, если внутри состояние благостное 47. Виссарион, в момент любования, да 48. Вопрос, окружающие разумные миры бездушны Они не чувствуют любви Есть ли для них польза, если мы нас этим мир своей любовью 49. Виссарион, люди призваны это делать не для них Но, изменив себя в согласии с истиной, человечество сможет полезным образом контактировать с ними 50. Вопрос, а если нет чувственного настроя, где его взять? Пойти отдохнуть, покушать, выспаться или еще что-нибудь сделать 51. Виссарион, можно посмотреть и в шкафчике, вдруг где-то там завалялось, улыбка 1. 13 января учителем завершен пост «Рассвет-расцвет на пути вечности» Пост создан как ответ на вопрос из комментариев 2000 лет назад Христос говорил Царство Божие внутри вас есть Что есть Царство Божие? Можно ли назвать весь последний завет вратами в это царство? 2. Текст учителя Давно я не встречал подобного вопроса Так как такие темы мне приходилось нередко освещать только в первые годы своих проповедей 3. Сейчас, в силу того, что на эту страницу вполне могут заглянуть и новые любопытствующие Вижу благоприятным еще раз коснуться такой темы 4. В ход развития человечества можно разделить на две эпохи Где одна эпоха должна иметь временные ограничения, а вторая будет длиться вечно 5. Период становления юного человечества до условного уровня нормы можно обозначить как эпоха Царства Силы 6. Главной характерной основой, призванной мотивировать человека проявлять свою жизнедеятельность в период эпохи Царства Силы является активное стремление демонстрировать и почитать большие физические возможности и такое же стремление утверждать свою значимость в глазах окружающих 7. Суть жизненных устремлений человека в такую эпоху сводится к стремлению завоевывать 8. И великое множество психических отклонений, которые проявились в жизни человечества за всю историю существования так или иначе впрямую связано с характерными вышеупомянутыми мотивами, продолжающими повсеместно и все еще активно проявляться в ныне существующем обществе на всей Земле 9. У представителей животного мира проявление большей физической силы связанной с этим значимости происходит в четко ограниченных законами природы пределах 10. Представители животного мира в принципе лишены возможности заходить за установленные природой границы и поэтому проявляют свои жизненные возможности, не нарушая закон гармонии 11. С человеком же все иначе 12. С человеком же все иначе 12. С человеком же все иначе С человеком же всё иначе. Две... С человеком же всё иначе. 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 12. Если бы однажды разумный биологический организм, которым ныне пользуется человек, не был бы воссоединен с той энергоинформационной основой, которую стали называть душой, то развитие бездушного разумного существа происходило бы в пределах закона гармонии также без осложнений. 13. Но духовная основа души имеет значительное отличие от энергоинформационного поля биологического организма и ее нельзя назвать идентичной. 14. Такое сочетание не может происходить естественным образом в природе мира материи. 15. Если можно так выразиться, человек создавался искусственно. 16. Уникальные силовые токи духовной основы были вплетены в похожие по структуре токи плотного природного тела. 17. Но от этого сплетения характеристики чувственных особенностей этого природного тела значительно изменились, что неизбежно превзошло допустимые для этого организма природой нормы. 18. Поэтому именно у человека начался процесс становления с большими осложнениями, ибо такое проявление во Вселенной еще никогда не происходило. 19. Изначально естественно проявившаяся инстинктивная потребность самовыживания неизбежно переросла в безудержное и, как правило, 19. Правило, совсем неразумное стремление человека к сверхмирному утверждению своей эгоистической значимости любыми методами. 20. Агрессия стала главным спутником в жизни человека. 21. Этого обстоятельства избежать оказалось невозможным, ибо такая уникальность вашей цивилизации во всей Вселенной проявилась впервые. 22. Аналогичное зарождение на какой-либо иной планете уже сможет происходить с куда меньшими проблемами. Но об этом говорить с вами еще рано. 23. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, постоянно тяготеет человек, стало возможным в связи с тем, что после сплетения двух разнородных энергоинформационных полей, о чем я упомянул выше, чувственные особенности... 24. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. 25. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. 26. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. 26. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. 26. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. 26. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. 26. Неразумное применение жизненных усилий, к чему, можно сказать, что это не так. Продолжение следует...